Это Актуальное интервью. Здравствуйте, я Марина Захарова и мы говорим коротко о важном. Сегодня у нас в гостях заместитель министра здравоохранения Республики Саха-Якутия Антонина Григорьева. Антонина Николаевна, я вас приветствую. Добрый день. Антонина Николаевна, Егор Борисов огласил ежегодное восьмое послание. В документе он также останавливается на развитии медицины. Скажите, пожалуйста, какие первоочередные задачи поставлены по развитию высокотехнологичной медицины? Министерством здравоохранения продолжается реализация указа главы Республики Саха-Якутия Егора Афанасьевича Борисова, который был издан в августе 2016 года о совершенствовании высокотехнологичной медицинской помощи. Основная цель оказания высокотехнологичной медицинской помощи – приближение, оказание и доступность населению Республики. Основной упор будет сделан на расширение видов достигнутых, сохранение достигнутых объемов и расширение видов оказания. Это будут внедрены новые технологии по лечению при нарушениях ритма сердца. Также будут расширены такие объемы увеличенной эндопротезированных крупных суставов. Продолжится работа по трансплантации органов. И дальше будет развиваться кухлярная имплантация, пересадки роговицы, ну и пересадки, я уже говорила, внутренних органов печени, почек и других. – Скажите, пожалуйста, а вот Вы сказали об эндопротезировании суставов. То есть будут какие-то новые технологии использоваться? То есть, насколько известно, это, по-моему, металлоконструкции различные. Насколько мы далеко уйдем в этом направлении? – Ну, по эндопротезированию в крупных суставах у нас проводится работа такая же, как и в федеральных клиниках, но по квотам имеются специальные квоты-объемы, которые оплачиваются по ОМС. То есть в этом плане у нас объемы увеличатся. То есть потребности есть в населении, и мы их объемы увеличиваем. – А что под собой подразумевает персонализация и геномная медицина? – В рамках указа мы в прошлом году открыли медико-генетический центр на базе медико-генетической консультации. И в структуре медико-генетического центра открыта лаборатория геномной медицины. И вот имеются там в национальном центре медицины Республиканская больница номер один и репродуктивные технологии центра, лаборатория геномной медицины, персонализированная медицина в Республиканской больнице номер три. Это все будет объединено в предыдущем году и будет развитие персонализированной медицины. Главная цель – это оптимизировать и персонализировать профилактику и лечение. То есть в основе лежит генетический паспорт у каждого человека, индивидуальные данные ОДНК каждого человека. И на основании вот этого индивидуального подбора будет подобрана профилактика. Вот только что ребенок родился, сразу будут конкретные диагностики генов этого ребенка. И конкретно будут определены риски будущим заболеваниям, чтобы не было риски профилактика наследственных патологий. Если вот ранние браки у женщин, то есть получается, что будет индивидуальный подбор и диагностики, и лечения. И таким образом оптимизирована будет вся медицина. А когда планируется вот... Мы планируем его открыть вот в течение 18-го года. Все это сконцентрировать. А что нужно будет для того, чтобы... Это наука. Это результаты науки. Вот все новейшее, то, что происходит в мире, это будет сразу же здесь, не через там несколько лет, а сразу же как-то, сразу будем индивидуально для каждого. Есть пациенты, которые лечатся и никак не могут... Что-то вот не идет препарат. А здесь будет индивидуально с учетом вот генетического паспорта пациента именно подобрано индивидуальное лечение с учетом ДНК, с учетом всех вот его особенностей. То есть это не всех будут проверять? Вот как я неправильно поняла, наверное, да? То есть ребенок, вы говорите, родился, и можно проверить? Да, можно проверить. Мы вот идем к этому. Это она будет поэтапно развиваться. То есть все смогут воспользоваться? Все смогут воспользоваться. Это специально будет сделано для населения нашего. Скажите, в Якутии планируется открытие научно-производственный центр трансляционной медицины. Что это за медицина такая, и что в этом центре будет? Трансляционная медицина, она тоже включает и персонализированную, и всю медицину, и геномную медицину. Вот это как раз все вместе. Она будет называться биомедицина. Медицина, она будет, ну, единая будет. Вообще, эта трансляционная медицина, она была заложена в начале 20 века в Санкт-Петербурге. Был такой физиолог Иван Петрович Павлов. Вот у него были экспериментальные лаборатории, на основе которых у него было лечение неврозов. Ну, и это все было как-то приостановлено. И на сегодня трансляционная медицина, она и в Европе, и в Соединенных Штатах везде имеется. Только начали открываться, буквально вот, ну, несколько лет назад, буквально, года два-три назад. Она будет, что будет тоже двусторонняя концепция. От исследований, вот пациента исследуют, от исследований в лабораторию, от все анализы пациента, которые находятся в стационаре или в поликлинике, в лабораторию полностью, то, что вот я сейчас до этого говорила, полное исследование, обратно, какие, подбор полностью, вот эти препараты, эти подходят, этот, и там полностью лечение происходит уже в стационаре. То есть это будет двусторонняя связь научных всех разработок и плюс научно-исследовательских, диагностических и лечения. Ну, это вот вкупе будет одно целое. Не вот разрозненные центры будут, а вот единые. Скажите, пожалуйста, а насколько доступно это будет население? Это тоже будет квотирование какое-то или это будет на платной основе? Телезрители и в любом случае сейчас заинтересуют этот вопрос. Ну, я думаю, что это будет, естественно, доступно. Цель, конечно, укрепить здоровье. Спасибо. Что имел в виду Егор Борисов, говоря о расширении современных методов управления в медицинских организациях и внедрении лучших практик менеджмента? Как это будет внедряться у нас? Это будет внедряться... Во-первых, мы переходим в электронное здравоохранение. И все вот те лишние, возможно, те структурные подразделения, которые имеются в медицинских организациях, они будут централизованы. И электронный документооборот. Все онлайн-технологии, все будут внедрены в лучшие... Вот это имел в виду глава. Допустим, это будет развитие телемедицинских, трехуровневой телемедицинской системы. То есть оказание консультативной помощи, даже медицинской помощи, именно дистанционной. Это дистанционное присутствие врача. Допустим, у нас нет в Эноботентайском районе узких специалистов, детского эндокринолога, а ребенка надо показать, то все консультации пациентов через телемедицину будет проводиться. Это будет законно, потому что в этом году был принят в Госдуме закон о телемедицине. И все консультации эндокринолога, которые будут... Мама с ребенком с Веноботентайского района, анализы будут предварительно по закрытому каналу переданы. И эти присутствия врача узкого, и в отдаленных и труднодоступных, это тоже один из методов, современных методов управления и оказания организации медицинской помощи. Антонина Николаевна, у нас в Республике достаточно хорошие показатели по рождаемости, демографические показатели, так скажем. Насколько ожидается улучшение этих показателей при открытии перинатального центра и когда мы ожидаем уже приять первую роженицу? Перинатальный центр мы планируем открыть в декабре текущего года по указу главы. Там определен сетевой график. Какие показатели? Это мы будем снижать именно перинатальную смертность, младенческую смертность и, естественно, материнскую смертность снижать будем. И этим самым будет улучшаться рождаемость и сохранение жизни детей с экстремально низкой массой тела. Новые перинатальные технологии будут применены в этом центре. Думаю, что будет качество жизни всех родившихся, еще улучшится детей рождаемых, рожденных в этом перинатальном центре. У нас в республике внедряется проект «Вежливая медицина». Насколько эффективен этот проект? Насколько меньше жаловаться стали граждане на какое-то неадекватное, может быть, отношение в их сторону? И звонят ли? Ведь есть телефоны, куда можно позвонить, если вас как-то неправильно приняли и так далее. Звонят, жалуются? Да, мы вообще по вежливому здравоохранению тоже был издан указ главы республики. Дело в том, что он имеет несколько критериев. Это открытость и доступность. Каждая медицинская организация имеет сайт. Горячие линии. Теперь комфортность пребывания пациента. И самое главное – это качество оказания медицинской помощи. Результатом этого вежливого здравоохранения будет удовлетворенность оказанной медицинской помощи. И для этого создаем все условия. Конечно, по мановению палочки сразу это все не может быть. Но в этом плане эффективность имеется, потому что на сегодня у нас снизилось обращение граждан в разы именно в Министерство здравоохранения. Потому что если человеку какие-то вопросы возникают, он сразу у себя, в медицинской организации этот вопрос осуществляет. Благодарю вас за беседу. О нашим телезрителям я напоминаю, у нас в гостях была заместитель министра здравоохранения республики Саха и Якутия Антонина Григорьева. Остановайтесь на нашем канале, мы всегда обсудим все самые важные темы. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok